СПОРТИВНОК КУЛЬТУРНОГО ПРАЗНИКА С недавнего времени эта спартакиада входит в засчет королевы спорта. Каждый муниципальный район вкладывает усилия в то, чтобы на этой спартакиаде завоевать свои зачетные очки по всем этим видам спорта. Поэтому и отношения, и подбор спортсменов на достаточно серьезном и высоком уровне. Давай, 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 еще, молодец, молодец. Итак, сельские команды соревновались в семи видах спорта. На стадионе развернулись жаркие баталии по легкой атлетике. Бескомпромиссная борьба в толкании ядра, прыжка в длину, беги и двоеборье. Все спортсмены в прекрасном настроении, стараются показать лучшие результаты и принести в копилку своей команды заветные очки. Скрывать не буду, да, мы готовились, потому что, ну как не готовиться, если областные, районные областные соревнования. Надо как-то, чтобы блеснуть своими достижениями. Надо, надо, конечно. И я не только про свою команду говорю, многие, те, которые достигают каких-то вершин, естественно, тренируются. Без этого никак. Безусловно, самая положительная тенденция – это то, что количество участников у нас увеличивается. То есть люди привлекаются к физической культуре, занятиям физической культуры и спортом. И очень отрадно, что появляются, омолаживаются составы и появляются молодые интересные ребята, которые в будущем, возможно, при профессиональном, скажем, подходе так, они, возможно, профессионально начнут заниматься спортом. В программе игр традиционно соревнования по пауэрлифтингу, плаванию, ударцу, шахматам, стрельбе с пневматической винтовки. В последнем виде состязаний команда из трех человек выполняла выстрелы из положения сидя с упора на расстоянии 10 метров. В этом году специалисты отметили небывалую борьбу. Открытием стали спортсмены Сидельниковского района. Я уже давно работаю с такими участниками. Мне нравится с ними работать. Они очень трудолюбивые и они стремятся к заданным целям. Даже немножко больше, чем здоровые. По итогам нескольких соревновательных дней победителями в общем зачете игр стали атлеты Тарского района. Азовчане в этом году вторые. Представители Саргатского района замкнули тройку лидеров. Кто-то в очках других не видит, а кто не слышит, что кричат. И только те, кто будет рядом, всю суть на жестах объяснят. Кто-то имеет половину данной природы рук и ног. А кто-то просто от рождения на двух своих ходить не смог. Все разные, но все едины. Со спортом уж давно на ты. И несмотря на сложность в жизни, идут вперед без суеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова